Я считаю, что сегодня это была наша лучшая игра в серии. Привет! И вчера вечером Майк Пеллино выиграл приз за самый странный комментарий. Жаль, что еще Юрия Яковлева не поблагодарил. Ярославцы уступили Йокериту в трех матчах с общим счетом 1-14. Эх, если бы не эти случайные 14 шайб. Нечто странное происходит в Уфе. Авангард был разгромлен с Алаватом Илаевым 3-6. Только не говорите, что гостей подвел вратарь. Бабков играл неплохо, конечно не выручил, но в списке причин поражения его игра даже не войдет в первую десятку. Главное, чего не хватает Авангарду уверенности в своих силах. И она даже не появилась после победы в первой встрече, а после второго матча спортсмены и вовсе были подавлены. Хартли никогда не берет вину за поражение на себя. Все время виноваты хоккеисты, кто-то другой, кто ошибается и не выполняет его задания, видимо исключительно правильные. А ведь в четверг было именно тренерское поражение. Причем в третьем матче даже было непонятно, как Хартли собирался останавливать тройку легионеров соперника. Никаких вариантов не было. Канадец так уверовал в свою систему, что не дает возможности никому поспорить о ее правильности. Игроки зажаты. И сейчас уже даже непонятно, что может сделать Канадец. Но в Уфе все далеко от развязки. А то, что это будет самая интересная пара, мы и так знали. В ВХЛ тоже круто. В первом раунде уже будет два седьмых матча. Вчера нефтяник обыграл Ладу и теперь команды проведут решающую встречу в Тольятти. В следующий круг вышли Барс и Сканева. Поражение Сараарки сделало свободным для переговоров Леонида Тамбиева. И в Риге должны поторопиться. Главного тренера карагандинского клуба Тамбиева называют одним из кандидатов на пост в Риге после того, как оттуда ушел Ангипанс. Но в Латвии еще думают. Многих пугает имидж Тамбиева как весьма жесткого специалиста, который никогда не сдерживает эмоции и не слишком корректен в общении. Я специально спрашивал у игроков, которые работали с Тамбиевым, о методах тренера и даже те, кто не любит специалиста, признавал, что он очень справедлив в оценках. Никто не получал от него упреков просто так, на пустом месте. Если коротко, он взрывается только тогда, когда хоккейст стабильно делает не то, что просят. И его требовательность распространяется на всех сотрудников клуба. Тренера сырарки сватали во время сезона в Сочи, но он сознательно отказался, так как не хотел исправлять чужие ошибки. Полгода назад им интересовались в Ярославле, но Тамбиева смутило то, что ему звонили менеджеры, а не главный тренер. Он бы пошел, но заподозрил, что Мактавиш даже не в курсе переговоров. Руководство трактора вчера провело пресс-конференцию, по итогам которой стало ясно, будущего у клуба нет. Там до сих пор считают, что приглашение Юрзинова это удача. В НХЛ состоялась битва за будущего президента страны. Овечкин против Панарина. Артемий победил. Первую шайбу за Вашингтон забросил Илья Ковальчук, и он отличился впервые с 10 февраля. Но в таком безумном матче все как-то забыли об игре нападающего. На первый план вышли другие люди. Овечкин снова вышел в лидеры в списке снайперов. Отлично сыграли Панарин и Бучневич, а вот российских вратарей было откровенно жаль. Плохо сыграл и Семен Варламов, который не помог своему Айлендерс обыграть слабую Атаву. Зато защитник Проворов снова отличился и стал второй звездой матча. Сергай Челов продолжает делать карьеру Товгая, на этот раз он подрался с Шиуэбером из Монреаля. Отметим Сухарь Василевского и 2 очка Кучерова. И последнее. Защитник Сибири Олег Пиганович получил травму и не сможет помочь команде до конца сезона. У автомобилиста появляется шанс. Эти команды встретятся сегодня и мы будем внимательно смотреть и постараемся не уснуть. До свидания. Я понимаю, ваша была идея создания бест-инфеенции. Можете рассказать, почему это так? Да на самом деле это давняя практика, потому что после игр кто-то доволен, кто-то недоволен. Тренер, поим, лучше никого не нервировали. Вели вчера Спартак, когда играл в футбол?